Офигеть! Это не жила, это кусок настоящей кости. Всем привет! Вы на канале Покашеварим, и это жертва маркетинга! Смотрите, что мне попалось в магазине. Дампулс называется, в общем. Я иду по пятерочке себе спокойно, вообще никого не трогаю, покупаю продукты для рецепта, и я вам клянусь, серьезно, давно такого не было, когда взгляд прям, опа, что за фигня? Ну прям цепляется, серьезно. Короче, взял, 75 рублей стоит вот одна такая коробочка, они абсолютно одинаковые, если что, да? Мужик-женщина, мужик-женщина, мужик-женщина. Пришел домой, начал разглядывать, смотрю, знакомый логотип, блин, сибирская коллекция. Вы мне все время говорите, что ты сибирскую коллекцию пиаришь? Да я не пиарю, просто, ну, мы едим сибирскую коллекцию. Вот. Никаких ссылок в описании не будет, конечно. В общем, это продукт сибирской коллекции. Я был удивлен, я был удивлен, потому что каких-либо намеков на то, что это сибирская коллекция снаружи, нет вообще. Только если вглядываться в логотип, вот здесь вот сверху коробки. Это, как называется? Дамплс мясные, да, понимаешь? Ну, то есть, это пельмешки, поджаренные, судя по цвету, которые надо разогреть за 2 минуты и съесть, ребят, так. Шикарная упаковка, просто 5 с плюсом. А что по вкусу? Рекомендаций по приготовлению где-то, кроме СВЧ, вообще нет, то есть, только СВЧ. Поджарить их не надо, и в духовке их не надо делать. Вот, это как бы, ну, окей. Так, что с составом? Давай посмотрим. А сибирскую коллекцию, оказывается, делает, знаете кто? Щелковский мясоперерабатывающий комбинат. Первый раз я на это внимание обратил. 150 граммов продукта здесь. Состав, значит, ребята. Свинина, мясо, кур, говядина, лук репчатый, свежий, перец черный, соль. Все. Тесто, мука пшеничная, меланж, бла-бла-бла, эмульгатор, эмульгатор сорбитан моностеорат. Я вообще первый раз слышу это чудо. Моностеорат, что такое? Антиокислитель, аскорбинка и соль. Ну, короче, состав абсолютно нормал вообще. Блин, ну, конечно. В общем, две минуты разогреваем и попробуем. И давай, прежде всего, а как греть, надо ли открыть защитную крышку? Опа! Так, а ну! Посмотри, что там. Еще и ложка трансформер. Это вилка, точнее. Какая необычная вилка. Ты посмотри, какая вилочка. Ее надо вот так собрать, и получается нормальная вроде бы даже вилка. Ну что, внутри жареные пельмешки. Я не знаю, почему они не хотят, чтобы я их поджарил еще. Мне кажется, уж поджаренный на сковородке, как из вариантов приготовления, он был бы, мне кажется, лучше. Давай греем две минуты и пробуем. Четкий запах беляша прям такой. Давай посмотрим после подогрева, сколько это все весит. А, вот, влагу теряет, видишь? Влагу теряет. Потому что если... Вот, допустим, берем коробку, обнуля... Что такое? Обнуляем. И взвешиваем с коробкой. То нормально, 152. Короче, 15 граммов теряет, пока подогревается. А смотрите, кстати, как меняется цвет пельмешки. Эта пельмешка не подогретая, видишь? А эта пельмешка подогретая. Ну, что сказать? Выглядит немножко странно, честно. То есть, только что поджаренные пельмени, вот если взять любые пельмешки и пожарить их на сковородке, они выглядят, конечно, чуть аппетитнее, чем вот эти. Тем не менее, давай посмотрим, что там внутри. Внутри просто комочек фарша. Просто комочек фарша, довольно неструктурный такой. Давай пробовать уже, что разглагольствовать на эту тему, непонятно вообще. Запах чисто вот такого беляша ты берешь где-нибудь у метро там. Абсолютно невкусная фигня. Я не знаю, ну, слушай, ну, давай попробуем подогреть их, как я хотел, да, на сковородке. Сейчас поджарим их, ну, хотя бы там минутку. Просто сравним, но я думаю, что это не сильно выручит, потому что есть вопросы по целому вкусу. Но мы поджарим. Вот сейчас сделаем вкусно. И вот так вот. И тогда у них появится хоть какой-то шанс. Уже вот это вот может быть даже и годнота будет. Времени много не заняло. Идите сюда. Офигеть. Это не жила, это кусок настоящей кости. Видно на камере, видим? Да. Все прям кусманище. Я чуть зуб сейчас все не сломал. Офигенно. Сибирская коллекция. Вы красавчики просто. У меня просто нечего сказать. То есть, вот это вот курица механической обвалки, что не указано, кстати, в описании. Мне уже страшно. Я просто отвлекся, не успел попробовать толком. Да, лучше. Вот в таком варианте лучше. Однозначно. То есть, вот это вообще шляпа. Это 0 баллов. То есть, она не хрустящая, она резиновая из-за того, что ты в микроволновке подогрел. Это вообще блюдо ни о чем. В таком виде хотя бы какая-то хрусткость появляется и по ощущениям, что влаги не столько потеряны. Кстати, надо было взвесить. Плюс добавляется привкус там сливочного масла. Ну, что-то, что-то съедобное получается. При этом это все равно шнягой остается. Понимаешь, вот эти дамплс, короче, ну, при всем уважении к сибирской коллекции, ну, это полная шляпа. 75 рублей за 150 граммов, то бишь, полкило, 500 рублей за килограмм. Цена нормальных, хороших пельменей от той же сибирской коллекции или там Цезарь или еще какие-то. Возьмите и пожарьте. Вот пойдем, у меня, у меня реально сибирская коллекция сейчас в этой в морозилке, короче. Пойдем пожарить 2 секунды. Замороженный, прям замороженный, отвечаю. Берем вот так просто пельмени. Закинули сколько надо, чтобы влага не терялась. На первое время закроем крышкой. Опять-таки сливочного маслица добавьте. 5 минут под крышкой, 5 минут без крышки пожарили и все зашибись. Вот и все. Пожалуйста. Да, вот эти дамплс, они пожарены во фритюре, поэтому у них такой цвет. Вот эти вот жареные пельмени. Да даже вот посмотри, просто тупо, вот иди сюда. Просто вот смотри. Давишь, понимаешь, и оттуда сок выделяется. Ты понимаешь? Выделяется сок из пельмешки. И начинки у той же сибирской коллекции раза в 2, наверное, больше, чем в этом дамплсе. О, сравни. Сравни. Вот здесь фаршик, да тот же самый, наверное, с той же курицей и вот этот, фаршик. Тут резиночка, а тут как-то хоть похоже на настоящий фарш. 10-15 минут, вот вопрос, да? Или 2 минуты вот эту резиновую шнягу есть. честно говоря, я бы не скажу прям сильно лучше. Это так просто. Заодно вам как пожарить пельмешки, если захотите. Довольно вкусно. то есть, это вкусный вариант. Можно вообще туда томатного соуса, я не знаю, там сыра сверху и в духовочку после обжарки будет. Или яйца разбить, будет омлет. Короче, как факт, шняга 500 рублей за килограмм. Вот этого, какой бы красивый ни был бренд и на что бы ни был рассчитан, это шняга, это невкусно. Тем более, если использовать, то есть, если пожарить еще, окей, можно съесть, там, допустим, чесночка в сметану, да, покрошить, укропчика, это все макать и есть, это будет нормально, съедобно. Но вот это вот в микроволновке, ну, это просто. Я не знаю, сибирская коллекция, но вы же крутые, вы же крутые, вы же делаете нормальные пельмени зачастую. И вот такие советы давать по приготовлению, ну, фиг знает. Кости пихать внутрь. Честно говоря, у меня полное разочарование, я не ожидал такого вот сибирской коллекции, наверное, одного из самых моих любимых брендов, уважаемых, да, не ожидал вот этой вот, ааа, что это вообще? Пельмешки, у них годнота, но вот это ни в какие ворота. Сто лет пельмени не жарил. Годи. В общем, ребят, вы поняли мои выводы, не покупать, не поддерживаем сибирскую коллекцию, ни в коем случае на производство вот этой вот фигни, пусть делают пельмени и продолжают делать пельмени. Все, это их, короче. Спасибо, что посмотрели этот обзор. так уж вышло, извините, извините, да. Всего вам вкусного, пока. Диман, ты попробовал, а, или ты боишься уже после этого? Я же попробовал. А, попробовал, ну и как тебе? Какая резиновая, безвкусная, ерунда. Совершенно верно, можно было этот ролик уложить в три фразы. Резиновая, безвкусная, ерунда. А вот эти жареные пельмешки все-таки годнота. Редактор субтитров А.Семкин